С 15 по 19 февраля на Смоленской АЭС комиссия концерна Росэнергоатом проверяла готовность к ремонту первого энергоблока атомной станции. Во время проверки комиссия внимательно изучила ремонтную документацию. Эксперты посетили рабочие места персонала основных цехов, ремонтные участки цеха централизованного ремонта, посмотрели документацию, проверили состояние оборудования, побеседовали со специалистами Смоленской АЭС. Как отметил главный технолог профильного департамента концерна Росэнергоатом Владимир Карась, Смоленская АЭС всегда тщательно готовится к ремонтной кампании и с высоким качеством выполняет все работы. Все подразделения готовы, сделаны какие-то совершенствования, которые вплоть до того, что надо порекомендовать и применить на других атомных станциях. Энергоблок номер один Смоленской АЭС выводится в плановый средний ремонт продолжительностью 81 сутки с 20 марта. Смоленские атомщики поставили перед собой амбициозную задачу – сократить сроки ремонта на 6 суток. За это время необходимо выполнить большой объем работ на реакторном и турбинном оборудовании. Чтобы ремонт прошел качественно и в установленные сроки, обеспечивается максимальная готовность по всем производственным фронтам. В рамках сотрудничества Смоленской АЭС с Белорусским национальным техническим университетом студенты 5 курса энергетического факультета с 9 по 19 февраля проходили преддипломную практику на атомной станции. Это уже третья группа студентов-ядерщиков из Белоруссии, которая знакомится с работой действующей российской АЭС, чтобы в перспективе развивать атомную энергетику в своей республике и эксплуатировать будущую белорусскую АЭС. Во время практики под руководством опытных наставников-инструкторов учебно-тренировочного подразделения молодые энергетики изучали принципиальную тепловую схему атомной станции, компоновку главного корпуса, технические характеристики и особенности работы основного и вспомогательного оборудования цехов, общие вопросы эксплуатации АЭС, правила и нормы в области использования атомной энергии. Все эти материалы пригодятся им при подготовке и защите дипломных проектов. Помимо теоретической подготовки, практикантам представилась возможность побывать с экскурсией на первом энергоблоке Смоленской АЭС. Они посетили машинные и реакторные залы, помещения главных циркуляционных насосов, где получили представление о работе технологического оборудования и систем и убедились в высоком уровне безопасности атомной станции. Как рассказал студент Тимофей Малюков, его курс по направлению эксплуатации атомных станций уже четвертый выпуск. Многие предшественники трудятся на строящейся белорусской АЭС, занимаются приемкой оборудования, подготовкой водно-химического режима, стажируются на более высокие должности. Атомная станция – это очень интересно, и в принципе работа на ней тоже очень хорошо, и высокая квалификация. Есть куда стремиться развиваться и как-то увеличивать запас своих знаний. Работа на атомной станции – это очень, я считаю, почетной должностью и ответственной. Я надеюсь, что мы все-таки добьемся своей цели, пойдем работать на атомную станцию, как мы и планировали, и будем уже развивать нашу белорусскую ядерную энергетику с учетом того всего опыта и знаний, которые мы здесь получили. Наставники от Смоленской АЭС также остались довольны студентами из Братской Республики, отметив их высокий уровень образованности и заинтересованности новыми знаниями в области мирного атома. 18 февраля состоялась отчетная конференция Совета ветеранов Смоленской АЭС по подведению итогов работы за 2015 год, в которой приняли участие 132 делегата. Как отметила председатель Совета ветеранов Раиса Злокоманова, 2015 год прошел под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне, 70-летия атомной отрасли, и ветераны-атомщики приняли активное участие в проведении праздничных мероприятий. Главными направлениями деятельности Совета оставались защита социальных интересов пенсионеров, активное участие в общественной жизни станции и города. Делегаты конференции единогласно признали работу общественной организации удовлетворительной. 10 и 11 февраля в городе Атомщиков-Десногорске уже во второй раз состоялось одно из главных спортивных событий Смоленщины – финал чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Соревнования проходили в рамках проекта развития молодежного баскетбольного движения в Десногорске, инициированного руководством Смоленской АЭС при поддержке регионального отделения политической партии «Единая Россия», областной федерации баскетбола и Центрального баскетбольного клуба «Динамо». Программу чемпионата включала баскетбольные поединки среди 10 сильнейших команд области из Смоленска, Духовщины, Демидова, Ярцева, Десногорска и Рославля, а также открытые уроки и мастер-классы в десногорских школах о заслуженных тренерах по баскетболу. Юные баскетболисты посетили мемориал «Курган Славы», где возложили цветы и венки к могилам воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны, а также побывали в Музее поискового движения. Музее поискового движения он позволяет воспитывать членов и патриотизма. Я уверен, что все эти качества помогают нашим юношескопскам. Заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева отметила значимость проекта по развитию детско-юношеского баскетбола в Десногорске и поблагодарила руководство города, Смоленской АЭС, а также тренерский состав и родителей за поддержку детей в их желании и стремлении заниматься этим видом спорта. Я хочу сказать слова благодарности руководителям Десногорска и, безусловно, атомной станции. Десногорск – город особенный, здесь очень много молодежи, много школьников, и важно иметь крепкое здоровье и быть и духовно, и спортивно развитыми, как и иметь глубокие знания в других отраслях. Спорт в этом помогает, потому что спорт дает чувство команды, а когда ты в команде и не один, и мы все вместе, то мы чувствуем себя сильно уверенной стороной, сильно уверенной областью на территории России. Поэтому баскетбол вперед! Захватывающие поединки среди девушек завершились победой команды «Школа номер 31» из Смоленска. Серебряным призером стала команда «Школа номер 19». Бронза досталась школьникам из духовщины. Среди юношей первую ступеньку пьедестала почета заняла команда «Школа номер 19» Смоленска. Второе место – команда из Демидова. Третье место – команда «Школа номер 10» Рославля. Болельщики стали свидетелями увлекательного показательного матча между сборной школьников, которую возглавила олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова, и командой «Випперсон», представленной руководством Смоленской АЭС, администрации Десногорска и заслуженными баскетболистами ИЦБК «Динамо». Игра завершилась в ничью со счетом 33-33 и показала, что в отточенных ходах и метких бросках оранжевого мяча в корзину молодежь ничуть не уступает взрослым спортсменам. Это всегда радость приезжать на такие праздники, где люди, и игроки, и зрители любят этот вид спорта, баскетбол, и этот праздник, который организовали для детей. Они все такие счастливые, когда смотришь на их лица, что они радуются. Это значит, что мы правильно делаем, что мы проводим эти соревнования, этот кейс-баскет, который нам предоставляет это удовольствие, этот суперфинал. И, конечно, руководство вашей области, вашего города, которые согласились на этот праздник провести, у вас в хорошем зале. А все от людей. У вас хорошие люди, значит, и праздник удался. Среди юных баскетболистов Десногорска звания лучший игрок команды удостоены Ангелина Белякова, Елизавета Артамошкина, Павел Мишин и Иван Гунько. Обладателем специального кубка «За волю к победе», посвященного 55-летию полета Юрия Гагарина в космос от партии «Единая Россия», стала команда девушек в школу номер 3 Десногорска. За вклад в развитие баскетбола награждены учителя физкультуры и тренеры десногорских школ. Призов и грамот удостойны трудовые династии Смоленской АЭС, достигшие высоких результатов в спорте – семьи Раковых, Мегановых, Дробковых, Вакуловых, Гунько. Выставка фотографий Винцы Балента «Импрессия от Дуная до Чукотки» – результат совместного российско-венгерского проекта. 12 февраля состоялось открытие экспозиции в выставочном зале историко-краеведческого музея города Ельня. Выставка «Импрессия от Дуная до Чукотки» – это фотоэкскурсия по территориям расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом». Смоленскую АЭС на выставке представляют шесть работ, которые Винцы Балент сделал в апреле 2014 года. Природа в окрестностях Десногорска оставила у венгерского фотографа яркие впечатления. Экологичная и безопасная работа Смоленской АЭС позволяет сохранить в её окрестностях настоящий заповедник с огромным количеством видов растений, насекомых, птиц и животных. Так описал свои впечатления Винцы Балент после посещения Десногорска. Здесь представлена на фотографиях вся такая, красота всей нашей огромной страны, всех площадок расположения атомных станций России. Участники открытия, представители администрации города, педагоги, работники учреждений культуры сошлись во мнении о том, что выставка работы Винцы Балента представляет большой интерес для жителей Ельни и наглядно показывает – атомное производство и экологическая безопасность – неразделимые понятия. Ордину надо беречь, надо заниматься и экологией, и тем, чтобы у нас была чистота, порядок, и чтобы для будущих поколений было всё нормально и замечательно. И будущие поколения видели всё то, что мы видим, и красоту нашей природы. На Смоленской АЭС состоялась встреча руководств станций и Центрального института повышения квалификации Росатома. Основной темой совещания стала презентация теории решения изобретательских задач, которую ЦИПК внедряет с 2013 года. Территория и её практическое внедрение на производстве вызвали большой интерес у руководства Смоленской АЭС. Перед Смоленской станцией стоят достаточно амбициозные задачи по оптимизации численности. И мы хотим в создании этого филиала решить вопросы по оптимизации численности персонала. Насколько актуальна теория решения изобретательских задач для Смоленской АЭС, станет понятно после того, как методологию опробуют на практике. Для этого ЦИПК планирует открывать свой филиал в Десногорске уже в 2016 году. Методология под названием ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Она была создана в Советском Союзе 60 лет назад. И все 60 лет успешно развивалась, предлагая новые методы решения нестандартных, выходящих за пределы обычного инженерного инструментария задач. Совместными усилиями вместе со специалистами станции ТРИЗовская команда Центрального института повышения квалификации готова взяться за решение этих задач, применить все имеющиеся у нас средства и методы, продвинув станцию в достижении ее целей и подтвердив приемлемость ТРИЗ для того уровня задач, который соответствует сегодняшним проблемам атомной энергетики нашей страны. Центральный институт повышения квалификации – ведущий учебный центр отраслевой системы профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала – реализует около 300 программ в Обнинске, Санкт-Петербурге и городах-спутниках нескольких АЭС. Основные направления – управление человеческими ресурсами, безопасность и охрана труда, спектрометрия, экономика предприятий, информационные технологии и защита информации. Редактор субтитров А.Семкин